День медицинского работника впервые начал праздноваться в 1980 году. Относительно, это молодой праздник, но уже со сложившимися традициями. Ведь врач – это особая профессия. Люди им доверяют самое дорогое – свою жизнь. И, конечно, этот праздник не только для врачей. Он для всех сотрудников медицинских учреждений. Сергей Алферов признается, что от того, как работает медсестра или медицинский регистратор, и зависит то, с каким настроением и эмоциями пациент приходит и выходит из больницы. Сергей Юрьевич работает главным врачом два месяца, но уже полюбил свой коллектив. Хочу сказать, что это действительно коллектив высоких профессионалов, коллектив, который может решать намного более сложные задачи, чем которые он решает. И для этого у нас, опять же, повторюсь, что все есть. И больница очень большая, много площадей, много помещений, много зданий. Мы живем и на юг, и здесь есть медицинский городок, инфекционная больница. И, конечно, это требует все содержание, обслуживание. Поэтому очень много обслуживающего персонала, сантехников, электриков. Кто без кого больница не может существовать. Больница – это не только врач и медсестра. Это и регистраторы, это и электрики, и сантехники, и грузчики, и водители. И это целый маленький городок. Сегодня вручают почетные грамоты и благодарственные письма самым лучшим работникам медицины Полевского. Елена Ощепкова – одна из них. Она удостоена грамоты Министерства здравоохранения Свердловской области. Работает в лаборатории уже 21 год. Еще в школе решила, что свяжет свою жизнь с медициной. Елена Михайловна очень рада, что пошла учиться по специальности лабораторная диагностика. Любит свою работу. Дочь Елены Ощепковой, глядя на то, как мама относится к своей работе, тоже решила пойти по стопам и уже окончила третий курс медицинской академии. А Елена Михайловна свой успех разделяется своим наставником. Все эти годы я работаю с человеком, который был для меня не только учителем, наставником, но и советчиком в трудных ситуациях. Я очень благодарна Эдигере Наталье Анатольевне и считаю, что это не только моя заслуга, но и ее. Наталья Эдигер работает в здравоохранении уже 37 лет. После восьмого класса пошла учиться на фельдшера-лаборанта. Тогда хотела быть фельдшером, а приставка лаборант ничего не значила. После года обучения поняла, что хочет быть лаборантом. Наталья Анатольевна считает, что ее направление интересное и перспективное. С 2000 года, когда объединились больницы в одну ЦКБ, лаборатория стала резко развиваться. Появились автоматические анализаторы, это совсем другой уровень. На тот момент лаборатория делала иммунограммы. Иммунограммы – это определяется иммунный статус. Я как врач занималась этими иммунограммами, выделяла хелпер-супрессоры, те, которые включают клетки иммунный ответ, те, которые его останавливают. Затем я стала изучать цитологию, полюбила это направление. Занималась биохимией, гемостазом, иммуноферментным анализом, когда начали делать. Северский трубный завод всегда поддерживает полевскую медицину. Михаил Зуев утверждает, что в руках специалистов Центральной городской больницы здоровье всего населения нашего города. Зависит и от работников медицины здоровье подрастающего поколения. Михаил Васильевич выражает большую благодарность от коллектива «Металлургов». На градообразующем предприятии тоже есть своя медсанчасть. Это лечебно-оздоровительный центр. И пусть работников там в 10 раз меньше, но они вместе с ЦГБ ведут огромную работу, которую ставит перед ними государство. А одна из главных задач – это охрана здоровья граждан. Есть много проблем, которые медики сегодня имеют. Есть вооружение каждой клиники, каждой больницы. Оно сегодня, может быть, недостаточно на современном уровне. Нам бы хотелось. И есть проблемы, которые промышленники города пытаются помогать вам решать. Мы помогли в свое время купить машину скорой помощи, потому что все на ней начало было ездить. Мы помогли купить аппарат УЗИ, приемное отделение, кардиологическое отделение. Мы помогли купить мониторы. Но, одним словом, когда уже совсем государство не выполняет свои функции, мы, естественно, пытаемся как-то вас поддержать, чтобы все-таки в любое время дня и ночи вы были готовы каждому гражданину нашего города оказать помощь, чтобы все-таки в его жизни ничто не обращалось. Одна из тех, кто сегодня на празднике городской медицины – Галина Геляева. Шутит, перед вами стоит абориген. Хотя эта шутка раскрывает истинную картину в городском здравоохранении. Молодого притока кадров давно уже нет. Но этот доктор с удовольствием вспоминает имя человека, который отдал много лет медицине города – Василий Петрович Вахрушев. При нем она начала свою трудовую деятельность. Профессию врача выбрала для себя с самого детства. Я не представляла для себя другой работы, в общем-то. Я всегда себя видела именно на этой работе. Со своими людьми, со своими пациентами, со своими, как говорится, планами, со своими мечтами. Это была моя мечта детства. Тысяча сто сотрудников помогают нашим полевчанам быть здоровыми. Но так вот если задуматься, в чьих руках здоровье, то понимаешь, что прежде всего это в руках самих людей. И спасибо нашим медицинским работникам, которые приходят на помощь в самую сложную минуту. Медицинские сестры, сестры-хозяйки, конечно же, наши врачи. Что бы мы делали без них? Без их труда, без их ответственности, без их, наверное, душевного участия. Поэтому с помощью их, с помощью, ну, наверное, здорового образа жизни, наши полевчане стремятся быть здоровыми. Хотелось бы пожелать нашим добрым врачам, медицинским сестрам, всех, кто помогает нашей медицине, самим крепкого-крепкого здоровья, профессионализма, развития, на благо здоровья наших полевчан. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Новости Полевского.